Сергей Каюмович Шакуров – российский театральный и киноактер, обладатель звания народный артист Российской Федерации и кавалер Ордена Почета. За полвека плодотворной работы снялся более чем в восьми десятках фильмов и озвучил 19 кинолент. На актерской игре Сергея Каюмовича выросло не одно поколение зрителей. Сергей Шакуров родился в первый день нового 1942 года в разгар Великой Отечественной войны в центре Москвы на Арбате. Его родители Каюм и Ольга Шакуровы вместе работали в научно-исследовательском институте. Также отец Сергея Каюм Тафитович, татарин по национальности, был известным в столице охотником. Он держал псарню на 16 собак и свободное время посвящал своему увлечению. Поэтому воспитанием мальчика занималась мама Ольга Сергеевна и старшие братья и сестра будущей звезды экрана. Разница между младшим Сережей и другими детьми в семье была 10 и более лет. Сергей Шакуров рос задиристым парнем. Частенько он участвовал в арбатских уличных драках стенка на стенку. В 10 лет будущий артист серьезно увлекся спортом и записался в секцию спортивной акробатики. Упорные занятия, терпение и настойчивость позволили Сергею уже к 18 годам получить звание мастера спорта. А в молодости будущему артисту даже удалось завоевать титул чемпиона Москвы. В седьмом классе школьник начал посещать драм-кружок под руководством Валентина Заходы, бывшего артиста труппы Центрального детского театра. Когда пришло время определяться с дальнейшими перспективами, Сергей, невзирая на все уговоры тренера, пожертвовал спортивной карьерой ради сцены. Примечательно, что он так и не получил школьный аттестат. Не желая терять время и доучиваться в общеобразовательной школе, В 1961 году Шакуров поступил в студию при Центральном детском театре. Рекомендацию поступать в СДТ ему дал драматург Виктор Розов, обнаруживший в юноше немалый актерский талант. После окончания школы-студии Сергей год служил в труппе театра на Малой Бронной. Затем режиссер Леонид Хейфец пригласил молодого актера в Центральный академический театр Советской армии. После того, как был закрыт спектакль «Два товарища» и Хейфеца вынудили уйти, Шакуров последовал за ним, надеясь, что Малый театр примет на работу их творческий тандем. Но расчеты актера не оправдались, и он остался без работы. Только в 1971 году, после трехлетнего перерыва, Шакурова приняли в труппу драм-театра имени Константина Станиславского. Здесь актер прослужил 16 лет. Наиболее заметными его работами в этот период стали роли в спектаклях «Маскарад» по одноименному произведению Михаила Лермонтова и «Сирану де Бержерак», ставшим легендой в театральном мире. Сегодня Сергей Шакуров служит в московском ТЮЗе. В разные годы он участвовал в постановках «Мхата», «Современника» и «Современного театра Антрепризен». Нередко Сергея Каюмовича можно увидеть в антрепризных постановках. Так, в 2013 году был поставлен спектакль «Вредные привычки», в котором партнерами Шакурова по сцене стали Игорь Угольников и Даниил Спиваковский. Первой работой актера в кинематографе стала роль упрямого новобранца Пиханова, главного персонажа художественного фильма «Я солдат, мама» греческо-советского режиссера Мануса Сахариуса. Она вышла на экраны в 1966 году. Этой картиной начинается творческая биография Сергея Шакурова. Слава всенародного кумира пришла к артисту спустя 8 лет и 10 фильмов вместе с ролью командира эскадрона Андрея Забелина в шедевре отечественного кинематографа «Свой среди чужих, чужой среди своих» режиссера Никиты Михалкова. Спустя 5 лет за главную роль в киноповести Алексея Сахарова «Вкус хлеба» Сергей Шакуров был награжден Государственной премией РСФСР. Кинокартина вышла в прокат одновременно с изданием книги Леонида Брежнева «Целина» и в силу своей целинной направленности рассматривалась многими как своеобразная иллюстрация к труду генерального секретаря ЦК КПСС. Сам Сергей Шакуров среди многочисленных кинематографических работ выделяет знаменитую комедийную мелодраму Петра Тодоровского «Любимая женщина-механика Гаврилова», в которой он сыграл возлюбленного героини Людмилы Гурченко. Примечательно, что на эту роль также пробовался Владимир Высоцкий. К слову, в 1971 году актеры должны были вместе сниматься в фильме «Земля Санникова», но Высоцкого в последний момент сняли с роли. В 80-е годы актер создал обширную коллекцию кинообразов, среди которых числятся главные роли в фильмах «Портрет жены художника», «Кто стучится в дверь ко мне», «Срок давности», «Парад планет». Героями Сергея Шакурова становились артисты, ученые, художники, рабочие. В середине десятилетия Сергей Каюмович снялся в политическом триллере «Следы оборотня», а также в популярном детективе «Визит к Минотавру», где предстал в роли следователя и мастера Антонио Страдивари. По словам актера, ему всегда были интересны, противоречивые, драматические, широкие образы. Череду таких персонажей Шакуров представил зрителям в 90-е годы. Его фильмографию пополнили работы в драме «Распад», трагикомедии «Самоубийца», эксцентричной мелодраме «Божья тварь». В фильме «Собачий пир» Сергей Каюмович появился в актерском ансамбле с Натальей Гундаревой и Ларисой Удовиченко. Исторической вехой в биографии Сергея Шакурова стала роль князя Меншикова в сериале Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». Съемки продолжались на протяжении пяти лет в интерьерах, полностью отвечающих исторической действительности, в залах дворцов в Кусково – Кушкине. За время работы над проектом партнерами Шакурова по сцене стали звезды кино Николай Караченцев, Инна Чурикова, Владимир Ильин, Алексей Жарков и Наталья Егорова. В 2005 году зрители увидели любимого артиста в историческом фильме-биографии «Брежнев» Сергея Снежкина, в котором Сергей Шакуров перевоплотился в самого генсека. Этот сериал был проектом Первого канала, поэтому кастинг на роль генерального секретаря был жестким. На нее пробовались два десятка артистов, среди которых Богдан Ступко, Юрий Стоянов и Родион Нахапетов. Но даже отсутствие необходимого роста для работы актера были созданы специальные пятисантиметровые подтурны, не помешало Сергею Каюмовичу создать мощный по силе и харизме образ. Константин Эрнст лично утвердил Шакурова на роль. Актер оправдал доверие и в роли Брежнева оказался очень убедительным. Артисту удалось не только точно воссоздать внешний образ героя, но и передать внутреннюю драму персонажа, не скатываясь при этом в пародию. До сих пор зрители удивляют схожесть Шакурова в гриме с фото пожилого генсека. Причем, по словам актера, понадобились только фирменные «Брежневские брови». За эту роль Сергей Шакуров получил в 2005 году премию «Тэффи». В фильме Сергей Каюмович сыграл Леонида Ильича в его зрелом возрасте, а роль молодого Брежнева досталась Сергею Долинскому. Вскоре появились несколько заметных проектов с его участием. В 2007 году вышла историческая драма «Параграф 78», в которой артист сыграл члена военного трибунала. Свежая экранизация романа Михаила Булгакова «Белая гвардия», режиссера Сергея Снежкина Сергей Шакуров перевоплотился в гетьмана Скоропадского. Историческая драма вышла на экраны в 2011 году и была тепло принята зрителями и кинокритиками. В этом же году актер снялся в проекте «Высоцкий, спасибо, что живой» исполнил роль отца Великого Барда. Вскоре репертуар Шакурова пополнился работами в сериалах «После школы», «Любовь за любовь», «Дед 005». В 2015 году снова исторический проект, на этот раз по Екатерине Второй. Сериал «Великая» набрал высокие рейтинги. Сергей Шакуров здесь перевоплотился в Алексея Петровича Бестужева Рюмина. А в 2016 году поклонники таланта артиста приветствовали новые фильмы с его участием. Это детективный сериал «Следователь Тихонов», историческая драма «Мятеж» и фильм «Катастрофа. Экипаж» Николая Лебедева. В 2017 году Сергею Шакурову исполнилось 75 лет. Но артист по-прежнему активен и востребован как в театре, так и в кинематографе. Кроме актерского таланта у Сергея Каюмовича есть еще один музыкальный. Песни в исполнении актера можно было услышать на День Победы 2005 года на концерте, который проходил на Красной площади. Сергей Шакуров проникновенно спел известную композицию от героев былых времен. В 2012 году появилась трогательная композиция «Завораживает» Игоря Николаева в исполнении Сергея Шакурова, на которую был снят клип. Артист известен острыми высказываниями и не всегда сдерживается, когда у него, что называется, накипело. Так он в 2012 довольно резко высказался о сборной России по футболу, раскритиковал спортсменов за вялую и бездарную игру. Личная жизнь Сергея Шакурова не раз активно обсуждалась в прессе. Сергей Каюмович был женат трижды, поговаривая, что у него был роман с Ларисой Гузеевой. Он рекомендовал юную красавицу Эльдару Рязанову на ее звездную роль в жестоком романте. Но девушка якобы предпочла ему Никиту Михалкова. Впрочем, никакого подтверждения этим слухам нет. Первая жена Шакурова Наталья Оленева училась с ним в школе-студии при Центральном детском театре. Сын Иван, рожденный в этом браке, сделал карьеру фотохудожника и подарил отцу троих внуков – Елену, Марию и Ивана. Во второй раз актер женился на молодой коллеге Татьяне Кочемасовой, с которой познакомился в 1984 году во время съемок фильма «Парад планет». Через два года у супругов родилась дочь Ольга, в семье которой уже подрастают двое детей – Михаил и Анастасия. Но и этот брак распался. Развод Сергей Шакуров пережил тяжело. Он даже попал в больницу. Сегодня любимый миллионами актер снова счастлив. Он женился на театральном продюсере Екатерине Бабаловой, третья супруга под национальности армянка, на 30 лет младше актера. В 2004 году подарила мужу сына, которого назвали Марат. Младшему сыну Сергей Каюмович старается привить Тяу к здоровому образу жизни и любовь к творчеству. Вместе с Маратом актер каждое утро перепевает знакомый песенный репертуар, в свободное время посещает бассейн. Сергей Шакуров недолюбливает общение с прессой, а медийность считает врагом творческого процесса. Поэтому у актера нет персонального профиля в Инстаграме или других социальных сетях. Сам артист называет главным своим призванием театральные подмостки. На кино, по словам Сергея Каюмовича, он тратит меньше сил и энергии, воспринимая съемки в кинопроектах в качестве своего хобби. Тем не менее, герои Шакурова превращаются в яркие самобытные образы, которые будоражат фантазию зрителей. Свою работу актер привык делать качественно, поэтому часто отказывается от проектов, которые считает второсортными. В 2017 году Сергей Каюмович сыграл второстепенного персонажа в криминальном сериале «Торгсин», где также снялись Александра Бортич, Григорий Антипенко, Александр Носик, Сергей Горобченко, Екатерина Климова. В 2018 Шакуров появился в основном актерском составе мелодраматического сериала «Березка» о буднях популярного советского танцевального ансамбля. Сейчас в работе у актера находится роль Крушевского-старшего в драме «Мятеж». Время действия картины – 20-е годы 20-го столетия. На фоне гражданской войны разворачивается история любви и ненависти, верности и предательства. Главных героев на экране представят Любовь Аксенова, Юрий Чурсин, Алексей Бардуков. Осенью 2018 года актер появился в проекте канала СТС «Молодежка». В шестом сезоне Шакуров исполнил роль главного кандидата в тренеры хоккейного клуба «ВХЛ Металист». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok